У данного пациента боль или дискомфорт в грудном отделе. В частности, проблема касается мышц разгибателей позвоночника. Я обозначу остистые отростки для визуализации. Нарисую лопатку. Ось лопатки. И проблему опишу. Мышцы разгибателей позвоночника. Проблема локализируется ниже угла лопатки по средине грудной клетки. В самой выступающей ее части. Поскольку образ жизни человека связан больше с сидячим, то проблема будет функциональной. Из-за статических положений в грудном отделе образовываются триггерные точки. Или болезненные уплотнения. Эти уплотнения дают отраженную боль на грудную клетку. Боль может уходить вверх. Триггерная точка дает боль, которая уходит вверх. Может быть отраженная боль в затылок и в голову. Также от нее боль может отходить в грудную клетку и давать отраженную боль на грудину. И у женщин под молочную железу, у мужчин под саму грудную мышцу. Также отсюда боль может уходить и локализироваться в плече. Иногда это дискомфорт настолько ярко выражен, что образуются так называемые латентные триггерные точки на углах ребер. И это состояние любят называть межреберной невралгией. Поскольку боль отдает по ходу грудной клетки вот туда наперед. И она как опоясывающая. Также, кстати, в этом регионе могут включаться мышцы, которые отвечают за приведение лопатки к позвоночнику. Это так называемые ромбовидные мышцы. Малая и большая ромбовидные. У них тоже образовываются триггерные точки. И они уже не дают полноценно выполнять движение самой лопатки, скользить по грудной клетке. Из-за этого визуально, если посмотреть на человека, нижний угол лопатки будет оттопыриваться. Основная зона и регион для воздействия как раз таки середина грудной клетки. Работаем по массу. Начинаем с нижней части грудной клетки. Это миопрессура. Начинаем с продольных выжиманий. Также в процесс нередко вовлекаются шейные и поясничные отделы позвоночника. Для симметрии я также пройдусь по противоположной стороне. Хотя вот вы их не видите, но пальпаторно, правая сторона, гораздо мягче. И мышцы эластичнее. Данный этап миопрессуры, он подготовительный. Для того, чтобы не травмировать мышечную ткань при более глубоком воздействии. И для того, чтобы снять тонус с поверхностных мышц. Это не массаж. Поэтому направление массажных движений, ток крови, лимфы я не учитываю. Я воздействую только на мышцы непосредственно. Тут тоже. Есть дискомфорт, также и болезненность у малой ромбовидной мышцы. Нагрузку даю сейчас небольшую. Достаточную для того, чтобы и оказать воздействие, и не нанести травму. Начинаю с проработки ромбовидных мышц. Терпимо все? Нет. Теперь я свое внимание концентрирую непосредственно на нижней порции трапециевидной мышцы. Для наглядности и понимания я в видео буду добавлять картинки, фрагменты. Чтобы вы понимали, где я локализирую непосредственно свое внимание. Теперь я уже побольше усилий прикладываю. И прохожусь непосредственно по самим разгибателям позвоночника. Мои пальцы прямо отчетливо упираются в поперечные отростки позвонков. Вот так под таким углом видно бороздочки от давления. Упираюсь локтем. Сначала прицельно, просто поверхностно обдавливаю. Вот так руку положим. А потом сделаю вот продольное такое вот выжимание. Усилий прикладываю по минимуму. Я опираюсь на свою противоположную руку. Выжимание делаю максимально близко к остистым отросткам позвонков. Я ориентируюсь именно на них. Человек не должен ощущать острой боли. Дискомфорт допустим, да. Могут быть болезненные участки. Но постоянно боль острую испытывать не нужно. Это истощает центральную нервную систему человека. И ни к чему хорошему это не приведет. Если вы правильно, рационально дозируете нагрузку, тогда будет хороший результат. А если просто долбить мышцы, как попало, то по факту получите травму, обострение и ничего более. Это контакты. Это может быть спинка стула. Это может быть кресло в автомобиле. Для того, чтобы дополнить лечения, можно использовать также метод вакуумной терапии. Статично можно поставить банки. Для того, чтобы улучшить эластичность мышц, фасций. Трофику тканей. Вакуумная терапия неплохо дополняет миопрессуру. Все это способствует только улучшению эластичности ткани. В комбинации с прогреваниями и растяжениями вообще удивительный метод получается. Максимально доступный для всех. Даже в домашних условиях, если выполнять. Главное, не перестараться в этом деле. Варить. 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 Растうん. Продолжение следует... Продолжение следует... После применения банок улучшается эластичность и кожи самой. И уходят всевозможные залипания фасциальных листов. Также, уверен, будут комментарии насчет фиджамы. Я абсолютно не против. Еще в данном случае триггер в грудном отделе дает отраженную боль в затылок. И мы также прорабатываем этот же тракт разгибателей позвоночника и в шейном отделе точно так же. Также прорабатываю шейный отдел под затылочком, в местах крепления мышц. Также перемещаемся на противоположную сторону. Просто поделаем для симметрии. Делаешь вдох, выдыхаем. Еще вдох, выдыхаем. Еще вдох, выдыхаем. Еще вдох. И еще вдох. Последний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok